Центральный музей военно-воздушных сил в Монине. Это более 10 тысяч квадратных метров экспозиции. Здесь находятся уникальные образцы летательных аппаратов, различных видов вооружения, авиационные двигатели, уникальные фотографии и документы. Но сегодня главный герой нашего рассказа – это единственный сохранившийся в России Ту-4. Особенность самолета в том, что он единственный в России сохранившийся экземпляр из серии бомбардировщиков, которые состояли на вооружении ВВС СССР с 1949 года до начала 60-х. Сам самолет был воссоздан методом обратной разработки с американского Boeing B-29 Superfortress, который прежде всего печально известен по атомным бомбардировкам японских городов Хиросимы и Нагасаки. Авиаконструктор Андрей Туполев создал копию самолета за 11 месяцев. Этот самолет у нас выполнил свой первый полет аж 9 мая 1947 года. Мало того, был выпущен не один самолет, а несколько таких самолетов. И уже осенью у нас был парад на Красной площади 7 ноября, и уже над Красной площадью пролетело три таких самолета в 1947 году, показывая всему миру, что мы обладаем подобной техникой. Ну а потом уже на трех авиационных заводах начался их массовый выпуск. Всего было выпущено 1200 таких самолетов. Именно этот самолет был выпущен в 1952 году. В то время аэродром Монин, на котором мы находимся, активно работал. Здесь находилась рембаза таких самолетов. И когда в 1958 году было принято решение о закрытии и эксплуатации нашего аэродрома, этот самолет остался здесь. Он стал первым экспонатом музея. На корпусе самолета еще остались подтеки отгоревшего масла. За много лет наземной жизни на нем появилась плесень, облезла краска. Для сохранения уникального самолета в Монина прибыли реставраторы. Участники научно-образовательного проекта «На страже неба Родины» реставрируют Ту-4 на безвозмездной основе. Сюда приехали опытные специалисты и студенты профильных вузов. Реставрация проходит в три этапа. Первый – расчистка. Специалисты удаляют загрязнение различной сложности и старую краску, которая способствует образованию коррозии. Вторая задача – расчистить кабины и внутренние полости самолета. Мы находимся в «Святая святых». Это кабина единственного в России Ту-4. В креслах сидели командир и второй пилот. Это сейчас летчики ориентируются по навигации компьютеров, а тогда их глазами был штурман. И вот это место впереди, по центру, было именно его. В кабине планируют отреставрировать все детали и приборы. Невосполнимые части заменят муляжами. Третий этап – полная покраска экспоната аутентичными красками. Для их подбора также требуется время, поэтому процесс воссоздания первоначального вида Ту-4 может занять пару лет. История настолько была богата техническими новшествами, что, конечно, это необходимо сохранять. И я считаю, что для молодых поколений, будущих инженеров, особенно людей, которые учатся в МАИ, например, это просто необходимо прийти сюда, понять габариты этой машины. В те времена, казалось бы, что мы там были такие примитивные, ничего подобного. Наука была на очень высоком уровне. И это надо обязательно сохранить, и чтобы люди это знали. Восстановление самолета откроет возможность для молодых специалистов развить свои реставрационные навыки и поработать с действительно особенным экспонатом. Музейному Ту-4 они вернут первоначальный облик. Галия Вахитова, Щелковское телевидение.